Привет! Вы на канале Django School. Меня зовут Михаил и это 14-й урок из курса по Django Ress Framework. И давайте сегодня мы разберем с вами такую тему, как ViewSet и какие классы ViewSet бывают и как ими пользоваться. И перепишем наши generic классы на ViewSet. Перейдем в проект, в директории Movie я создал новый файл, называется он apipy. В данном файле у меня реализованы классы ViewSet, RedOnlyModelViewSet и ModelViewSet для моделей и актеров. Итак, давайте разберемся, что такое ViewSet. ViewSet это еще одна абстракция Django Ress Framework, которая позволяет нам описывать методы и к этим методам описывать уже HTTP запросы, которые приходят с клиентской стороны. К примеру, у нас с вами есть список актеров и отображение полного актера. Для этого мы в generic классах с вами создавали два класса для вывода списка актеров и одного актера. Использовать метод List, который говорит о том, что мы будем выводить некий список. Написать QuerySet, стерилизовать и вывести наши данные. Метод Retrieve будет у нас принимать PK. И мы с вами уже будем в нашем QuerySet искать нужный нам объект по данному PK, то есть по ID. Если такой объект будет, мы его вернем. Если нет, у нас будет 404 ошибка. Затем мы сериализуем наши данные и также их возвращаем. Для того, чтобы описать два данных метода для HTTP, мы с вами указываем два URL, это actor. Используем actor. actor.viewset и передаем в метод asView слова, который состоит из ключа и значения. Ключ это имя HTTP метода, значение это имя метода в нашем классе. Итак, просто для списка актеров мы используем метод get, это будет у нас метод List в нашем классе. Для вывода отписания актера, то есть одного актера, одной записи, мы также используем наш класс actor.viewset, также используем HTTP метод get, но используем уже метод класса Retrieve. И таким образом мы с вами можем описывать, к какому HTTP методу, к какой метод класса относится. Более подробную информацию о раутинге и использовании данных классов вы можете посмотреть видео, ссылка будет в описании. Давайте мы вернемся в наш FileViews. Здесь наши классы я переписал на классы viewset. Классы, которые были написаны на основе generic, я закомментировал и оставил внизу. Данный проект вы сможете качать и посмотреть на GitHub, ссылка будет в описании. Итак, давайте разбираться. У нас есть с вами вывод списка фильмов и полного фильма. Для этого мы можем с вами использовать такой класс как ReadOnlyModelViewSet, который нам позволяет выводить и список, и одну запись. Но дело в том, что для списка фильма и для одной записи мы используем с вами разные сериализаторы. Для этого я переопределил метод getSerializerClass, в котором проверяю, если мой action, action это наши HTTP запросы, равен list, мы будем возвращать модуль listSerializer. Если мой action равен retrieve, тогда я буду возвращать movieDetailsSerializer. Таким образом, для списка и одной записи я возвращаю разные сериализаторы. Метод getQuerySet ничего не изменял. Единственное, что я сделал, мы убрали с вами serializer класс из атрибутов нашего класса. Таким образом, теперь мы, используя один класс, можем выводить список фильмов и один фильм. Перейдем в файл urls. Здесь в url.patterns я использую формат suffix.patterns. Он импортируется из resframework url.patterns. Это у нас метод, в который мы передаем список. И здесь для url.movie и movie.pk мы используем один и тот же класс movieSet и передаем словарь, где для ключа get у нас будет лист, а для одной записи фильма при get запросе у нас будет вызываться метод retrieve. Для добавления отзыва к фильму я использую из modelU.sets импортирую класс modelU.set. Данный класс позволяет нам реализовывать сразу добавление, вывод списка, одной записи, обновление и удаление данной записи. Но так как нам для добавления отзыва к фильму нужно всего лишь, чтобы мы могли добавлять, но не могли изменять или показывать одну запись, в url.s я указываю, что при пост запросе мы будем вызывать метод create. Данный метод реализован внутри данного класса и мы просто с вами указываем, какой класс хотим использовать для сериализации и у нас будет с вами все работать. Это идентично тому generic классу, который у нас был написан. То же самое у нас с вами работает и в добавлении к рейтингу фильму. Мы также наследуемся от modelU.set и больше ничего не делаем. То есть весь код, который у нас был в generic классах так и остается. В url.s, в рейтинг мы импортируем addStarRatingViewSet и передаем также для пост запроса метод create. В vectorList я использую класс также readOnlyModelViewSet, который позволит нам выводить одну или несколько записей для наших актеров. Здесь я указываю атрибут querySet, где мы забираем всех наших актеров. И также перепределяем метод getSerializer класс, при actionList. Мы будем возвращать actorListSerializer, при actionRetrieve мы будем возвращать actorDetailSerializer. urls. Я также разбиваю данный запрос на два url и использую для get запроса или list или retrieve, в зависимости от того, что мы хотим увидеть, список или одну запись. Также у нас есть с вами возможность автогенерации url для наших классов. В данном видео это не рассматривается. По ссылке в описании вы можете посмотреть более подробный разбор данных раутов. Будут вопросы, пиши в комментариях или в нашей группе Telegram. Ссылка в описании. До встречи!